В Гюмри живет и творит, создающий уникальные, в своем роде, единственные на планете Земля картины из паутины – Андроник Аветисян. Это художник-философ, считающий, что жизнь – это существование мысли в космическом пространстве. Меня всегда интересовало, что такое космос, космическая энергия, смерть, нейронная сеть, что такое жизнь, и ряд таких вопросов, что связаны с космосом. По его рассказу, он был человеком бизнеса. Правда, в детстве посещал художественную школу, но, если быть искренним, рисовать не любил. Меня искусство вообще не интересовало. Больше всего мне понравился бизнес. После смерти отца все свои деловые встречи он, как ни странно, начал представлять себе в форме и в цвете. Я начал рисовать, начал сделать свои наброски на бумажках. После этого масляными красками я начал рисовать. Андронику Аветисяну всегда хотелось понять, что такое искусство, начало, пространство, человеческая жизнь, энергия. Вот почему это стало основными темами его философии, которая отображена в его работах. А почему его философия нашла свою форму в паутине, художник объяснил так. Однажды совсем случайно возле окна видел паутину. Лето было. Под лучами солнце красиво блестело. Мне очень понравилось. И в голову мысль пришла, может из паутины сделать произведение искусства. У меня есть одна маленькая комната. Я с природы собрал пауков, принес эту комнату в комнату, отпускал. Читал про жизнь пауков, про структуру паутину и начал сделать свои эксперименты, чтобы получать произведение искусства. Паутина в бесконечности – это изображение энергии, создающей связь между всеми объектами во Вселенной. А роль человека – призвать к жизни информацию, находящуюся в космическом пространстве в виде мысли. Я много читал, смотрел наушные фильмы по этой теме и сделал свои выводы в виде афоризмов. Вот у меня здесь на стенах маленькая часть афоризмов висит, напечатана на бумажке. Вот один из этих могу прочитать. Так, значит, то, что создано рукой Бога – это искусство, а созданное рукой человека – это бизнес. Как говорит Андроник, после каждой работы он наслаждается и чувствует себя счастливым. Правда, не знает, насколько он близок к истине, потому что он пытается найти ответы, которые не даны человеку. Название картины – микрокосмос. Для меня женщина – это микрокосмос. Вообще человек для меня – микрокосмос. Во всяком случае, для него быть близким к кажущейся истине всегда было великой победой.